Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь, читаем об этом событии Евангелия от Матфея, 28 глава с первого текста. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господний, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, бела, как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам. В тот день еще мало кто мог осознать величие и значение этого удивительного события. Это затем уже, через многие годы, через апостолов, апостола Павла, учеников, пришло осознание того, что же произошло в этот день во вселенском и духовном масштабе. И тема моей проповеди называется так. Воскресение Иисуса Христа – это Божье удостоверение. Удостоверение нам в этом мире нужно. Когда мы покупаем дом, нужно удостоверение. Нужен тайтл. Тайтл – это есть официальный документ, подтверждающий эту сделку. Ну, конечно, многие из вас его еще и не видели. Он лежит у многих в банках, вы на него только взглянули. Но все равно он существует. Если вы покупаете машину, то же самое. Тайтл или же удостоверение – это официальный документ, подтверждающий, что произошло событие купля и продажа машины. Если к вам пришел офицер полиции домой, и вы сомневаетесь, как-то он выглядит не так, покажите, пожалуйста, удостоверение. И он показывает вам удостоверение. Это может быть значок полицейского, это может быть документ. Вы можете позвонить в полисдепартмент и удостовериться, что это действительно человек, представитель власти. И это работает, мы понимаем, во всем нашем мире. Нам нужно удостоверение. Так вот, и Господь, совершив это событие, Он подал удостоверение людям, что это не просто произошло. Это что-то случилось во вселенском масштабе, что ожидало человечество. Так что же случилось? Мы посмотрим на пять удостоверений, которые подтвердили или подтверждено это событие, то, что произошло в духовном мире. Итак, первое. Мы читаем Деяние 17.31. «Бог подал удостоверение всем, что Иисус Христос – это предопределенный от Бога муж, которым Бог будет праведно судить всю вселенную». День суда назначен. Личность, которой Бог будет судить этот мир, эту вселенную, тоже назначена. И вот оно удостоверение. Он подал всем это удостоверение, воскресив его из мертвых. Что еще? В Римлянам 14.9 мы читаем «Христос для того умер и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Воскресение Иисуса Христа – это удостоверение полного владычества. Не просто над живыми. Мы знаем, что многие цари владычествуют, у них есть свое удостоверение или подтверждение их власти. Но их власть распространяется только над этим миром, над живыми. Христос воскрес для того, чтобы подтвердить, что Он владычествует не только над живыми, но и над мертвыми, говорит Священное Писание. Это удостоверение нетщетности веры верующего человека. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». «Итак, удостоверение, что веру, которую мы имеем, она нетщетна, и грехи наши полностью прощены. Это удостоверение, что Он действительно является Сыном Божьим в силе по Духу Святыни». Об этом читаем в Римлянам 1.4. «Иисус Христос открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение мертвых». Это удостоверение полной победы над смертью. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». И 1 Коринфянам 15.54 «Поглощена смерть победою». Но я хотел бы остановиться только на одном удостоверении и немножко вникнуть в него. И вот оно. Пятое удостоверение. «Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Воскресение Иисуса Христа – это удостоверение нашего полного оправдания. В чем смысл? Что это значит? Мы часто слышим, что Христос воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4.25 Два момента. Хотел бы отметить, это будут и два пункта моей проповеди. И мы будем в конце проверять себя и молиться, благодарить Бога за это удивительное, чудесное удостоверение. Итак, для чего воскрес Иисус Христос? Для оправдания нашего. То есть, чтобы верующие могли с полным основанием считать себя полностью оправданными. И второе, чтобы продолжать оправдывать нас пред Богом, так как мы еще не совершенны и ошибаемся. Оправдать – это юридический термин. Означает признать правым полностью невиновным. Мы знаем, как он действует здесь в наших судах. Когда на человека возложили какую-то вину или его осудили, привели на суд. И вот происходит процесс, и дальше предоставляются какие-то доказательства его невиновности. Или же за него вносится полная уплата. И тогда человека провозглашают оправданным, полностью невиновным. Он выходит из зала суда, и больше нету никаких претензий. Вот тот же самый юридический язык использует здесь Священное Писание для того, чтобы удостоверить, что мы полностью оправданы. Но как Воскресение может подтвердить, что мы полностью оправданы? В чем здесь смысл? Смысл в том, что в юриспруденции того времени существовала долговая тюрьма. И если человек задолжал царю, а мы читаем, например, об этом притчу, которую говорил сам Иисус Христос, Матфея 18, глава с 23 по 34 тексты. Вы помните, тот человек, который задолжал царю огромную сумму, 10 тысяч талантов. Как-то пытались посчитать, сколько нужно было бы отдавать лет этот долг. Если бы человек, как по тем временам, мог зарабатывать один динарий в день, 10 тысяч талантов, человек не отдал бы за все 70 лет своего труда по динарию в день. Больше того, сын этого человека, работая всю свою жизнь по динарию в день и отдавая только этот долг, он бы не отдал долг отца, и внук, и правнук, и прапраправнук. И дальше было посчитано, что тысяча потомков этого человека не могли бы отдать долг в 10 тысяч талантов. Настолько этот долг велик. Писание говорит, что мы с вами точно такие должники. Наш долг настолько велик, что мы не можем отдать. И больше того, ни наш сын, ни внук, ни правнук, ни тысячное поколение не может отдать этого долга. И тогда понимаем мы эту истину, что Господь прощает до тысячи родов, любящих Его. Да, Бог прощает весь этот долг. И тысячный род не должен отдавать Его, если Господь прощает Его ради Иисуса Христа. Итак, если есть должник и есть долг, то мы видим, что царь отдает этого должника истязателям. Это была долговая темница. И там написано так, доколе не отдаст всего долга. Конечно, это было невозможно, но Писание говорит точно, доколе не отдаст. Это была долговая тюрьма. Но что интересно, в то время, если находился поручитель или ходатай за этого человека, то садили в темницу самого поручителя. Ты поручился, ты взял на себя этот долг, и ты должен тогда отбывать эту темницу за того человека. Итак, поручитель шел в тюрьму за должника. И он теперь должен был отдавать весь долг. И представьте себе, вот этого человека, за которого поручитель пошел в тюрьму. Он знает, что тот в тюрьме. И вдруг он встречает его на воле. Что этот факт говорил теперь этому должнику? Его выпустили. И выпустить могли только по одной причине. И его долг полностью уплачен. Вот то же самое Священное Писание говорит и нам. Христос сделался нашим поручителем. Он умер за грехи наши. Он сам безгрешен. Но он взял на себя грех всего человечества, каждого из нас лично, и он пошел в эту долговую тюрьму. Это темница. Или символ темницы, смерть, это тюрьма. Это долговая тюрьма, в которой идет каждый человек за свой долг. Наказание за грех, смерть. И вот поручитель в тюрьме. И затем мы встречаем его отпущенным, воскресшим. Смерть не может и не могла удержать его. И темница расторглась. Поручитель выходит на свободу. Такого не было никогда. И некоторые говорят, но были же люди и до Христа воскресшие. Да, временно. Вышедшие на побывку, а затем снова вернувшиеся в эту самую долговую тюрьму. Послушайте, ни одного человека, ни в какие года, ни в те прошедшие года, ни в будущее, ни один человек никогда не выйдет из этой темницы. Это духовная истина, наказание за грех, смерть. Всех ждет эта долговая тюрьма. Все согрешили и лишены славы Божьей. Но у нас есть поручитель, который пошел за нас в эту темницу. И вы слышите, Писание говорит, он заплатил весь наш долг. В божественном правосудии в этот день произошла полная расплата за наши долги. И так как произошла полная расплата, у божественного правосудия, у Божьего справедливого суда больше нет никакого претензия, никаких претензий к должнику, к тому, кто верой примет эту удивительную весть. Как мы видим и в нашем правосудии, помиловать можно только того человека, который признал себя виновным. Если ты не виновен, помилование не может быть к тебе применено. Но когда человек говорит, я грешен, я виновен, он может рассчитывать на это помилование. Итак, Господь вышел из темницы, это значит, что в божественном правосудии произошло полный расчет, и наш долг полностью уплачен. Что эта истина сегодня говорит моему и твоему сердцу? Над нами висит этот долг, и Господь его полностью уплатил, и воскресение его это доказательство или удостоверение того, что долг твой полностью, не частично, а целиком и полностью уплачен. Он воскрес для оправдания нашего. Итак, удостоверение, оправдание, эта истина должна сегодня дать нам точную и ясную надежду на то, что действительно перед божественным правосудием мы признаны невиновными, оправданными, признаны таковыми самим Богом. Поэтому Павел, когда эта истина коснулась его сердца, он говорит, кто будет осуждать избранных Божьих? Бог, вы слышите, оправдывает их. Кто будет обвинять? Никто. во всей вселенной даже сатана, противник, дьявол, противник человека, желая бы его обвинить пред Богом, показать все наши согрешения, всю нашу вину, Бог говорит, за него полностью уплачено. В божественном правосудии произошел полный расчет, и вот оно, удостоверение, поручитель на свободе. Он вышел из этой темницы, и это знак для нас всех, что долго больше нет. Но второй момент тоже очень важный, чтобы продолжать оправдывать нас пред Богом, так как мы все еще несовершенны, и мы еще на земле. Друзья, это второй пункт, или вторая истина тоже для нас очень важна. Каждый день мы делаем ошибки. Вставая на коленях вечером, мы просматриваем этот день, и мы видим, что мы все еще несовершенны. Мы продолжаем делать какие-то ошибки, и даже падения или какие-то грехи могут достичь дохристианина. И здесь тоже для нас очень важно, что Он пред престолом Божьим, Христос больше не умирает. Он находится пред престолом, чтобы ходатайствовать за нас. То есть постоянно просить за нас пред Богом прощения и помилования. И это очень важно продолжать просить прощения у Господа и каждый день. Когда мы просим прощения, мы признаем себя виновными. Да, Господи, я еще не таков. Я и здесь согрешил, я и здесь не могу оправдаться, и здесь я еще не на высоте. Прости меня, Господи. Когда мы говорим и уповаем на нашего ходатая, поручителя, он продолжает ходатайствовать за нас пред престолом Божьим. Итак, вот они две истины. Удостоверение полного прощения и удостоверение того, что он продолжает оправдывать в верующих пред престолом Божьим. Как дороги для нас эти истины. И хотелось бы сегодня поблагодарить Господа, что это удостоверение мы принимаем в сердце. Мы верующие в Иисуса Христа, то есть мы доверились нашему поручителю. И тогда действие спасения вступает для моего сердца лично. Это очень важно. Если бы человек не признал себя виновным и не принял эту весть, он так и остается в этой темнице. Да, долг его уплачен, да, победа совершилась, но он не верит, и он не принимает эту истину. И в духовном мире вот эта истина, она не вступает в действие в его личной жизни, потому что он не верит. Поэтому мы видим, что вера является каналом. Верующий в Иисуса Христа не судится. Через веру Бог оправдывает нас. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, может быть сегодня есть еще те люди, которые слыша эту весть, которые видя это удостоверение все еще стоят вне дверей спасения. Дорогой друг, как хотелось бы, чтобы эта весть сегодня прозвучала в твоем личном сердце. Не просто услышать ухом, а услышать духовным слухом. Эта весть направлена к твоему сердцу. За тебя умер Иисус Христос, Он пошел в темницу и Он был отпущен, Он воскрес, как удостоверение прощения всего твоего долга пред Богом. Прими эту истину. Это событие не просто произошло исторически, оно произошло вселенски, и оно подтверждается Священным Писанием. И второй очень важный момент. Может быть, есть сегодня люди, которые мучаются от того, что еще не совершен. Может быть, вчера согрешил, позавчера, на этой неделе. И вот эта тяжесть греха давит на человека совесть его. Дорогой друг, для тебя тоже радостная весть. Господь пред престолом Божьим, Он продолжает ходатайствовать за тебя. Только нужно это признать и попросить прощения у Него. Ради Иисуса Христа, Отец, прости меня, я виновен. Вы слышите, исповедание уст очень важно в духовном мире. Когда мы молчим, тогда вина не снимается. Когда мы исповедуем, исповедать это значит достать и обнародовать, признать вслух пред всем этим миром, тогда вина снимается. Дорогие братья и сестры, сейчас будет время молитвы, и мы призываем всех тех, которые нуждаются в спасении, в покаянии и примирении с Богом. Этот день для вас. Этот день очень важный, не упусти его. Это будет праздник лично для твоего сердца, когда действие полного оправдания Божьего коснется твоей личной жизни. И второе, если ты согрешил пред Господом, и ты сегодня мучаешься от этого греха, сегодня небо открыто для тебя, ходатай стоит пред престолом, чтобы сказать, отец, прости, я умер за это дитя твое, я заплатил его долг, ты слышишь, он кается, просит прощения, прости его ради крови. Дорогие братья и сестры, мы поддержим таковых в молитве, помолимся за детей, за молодежь, за подростков, за всякого, кто находится в этом собрании, смотрит нас, друг дорогой, склонись пред Господом, этот день спасения и воскресения Иисуса Христа и тебя возродит и воскресит к новой прекрасной жизни с Богом. Давайте мы склонимся пред нашим Господом и помолимся Ему. Аминь.